Друзья, всем привет! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас. Меня достаточно часто спрашивают, как менять струны на безголовый бас-гитаре и как ее настраивать, ведь колков здесь нет. Сегодня пришло время поменять струны на этом замечательном басу, и я это сделаю и покажу вам, как менять, собственно, струны и как здесь вот все это настраивать. И, конечно же, мы обязательно потом сравним, как звучали старые струны и как будут звучать новые струны. Будет интересно. Первым делом, что я сделаю для замены струн, это вот здесь ослаблю их. То есть вот здесь у нас это как бы место колков идет. Я здесь либо подтягиваю струну, либо ослабляю. Мне нужно сейчас ослабить эти струны, чтобы они у меня были достаточно свободными. Сейчас я это сделаю. Вот я ослабил струны, и сейчас мне нужно с помощью вот этих вот ключей, которые, кстати, шли в комплекте с этим басом, вот здесь вот раскрутить их, то есть ослабить. Кстати, струны я меняю впервые на этой бас-гитаре и также впервые на безголовом басу, поэтому, друзья, делаю это вместе с вами в первый раз. Надеюсь, результат будет хорошим. То есть сейчас ослабляю вот здесь вот, тем самым высвобождая сами струны. Здесь вот такие вот болты идут, которые крепят струну. Вот сейчас я их ослаблю и, собственно, сниму струны. Вот я ослабил эти болты, и теперь просто струна у меня вылезает. То есть все, вот у меня струны свободные. Вот я их снимаю. Сейчас, когда я их снимал, вот эти вот штуки на бридже у меня упали. Да, что здесь? Здесь бридж, вот это вот он крепится сюда, и здесь идет фиксатор струны вот этой набалдашника, да, этой струны. Вот, собственно, сейчас я их подниму и верну на место. Теперь вскрываем новые струны. Сегодня будет у меня вот такой замечательный комплект. Всем известная фирма струн. Собственно, вскрываем их и ставим. Ставим по одной струне. Вот первая струна. Сейчас я вот на этот вот конец, да, вот сюда вставляю вот этот вот набалдашник. Все, он здесь зафиксировался. Вот смотрите, да, вот, все, он здесь фиксирован. Вот вставляем. Вот я вставил, да, и сейчас струну продеваю вот сюда. Вот сюда струну продеваем. И отсюда у меня она выходит. Опа. Вот. Все. Отлично. Вот. Все, струна у меня зафиксирована там. Теперь я эту струну вот здесь вот вставляю, да, продеваю вот сюда. Вот сюда вот. Раз. Продеваем. И вот она у меня здесь выходит. Вот. Потом я это зафиксирую. Здесь я практически на максимум ее, скажем так, натягиваю, да, чтобы вот здесь был небольшой ход. Потому что здесь вот эта вот крутилка, да, это не как колок, который можно крутить бесконечно. У нее здесь есть определенный ход на салазках. Она здесь, да, как будто бы. И, собственно, вот этот ход, он у нас не бесконечный. То есть мне нужно здесь максимально ее вытянуть, чтобы она была уже с натяжением каким-то. Дальше я затягиваю вот эти вот винты для того, чтобы струна у меня зафиксировалась. Делаю это вот этими шестигранниками. Поехали. Первая струна есть. По этой же аналогии делаем все остальные струны. Ну вот, друзья, я поставил все эти струны. И теперь с помощью вот этого вот бриджа, да, вот этих вот, скажем так, винтиков, я буду настраивать бас. То есть подкручивать струны, чтобы они стали выше натягивать. Для настройки воспользуемся тюнером. Ну вот, друзья, я настроил струны. Последний штрешок. Надо срезать вот эти вот концы, потому что они очень сильно мешают. Для этого я воспользуюсь вот такими специальными щипчиками для срезки струн. И просто подрежу их. Ну вот, так намного лучше. Ну а теперь, друзья, сравним звучание старых и новых струн. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, таким вот образом можно поменять струны на безголовый бас-гитаре. Я думаю, что существует бас-гитара, на которых немножко другая система. Но вот здесь, именно на этом басу, вот так вот можно поменять струны. И вот таким образом, вот здесь на бридже они настраиваются. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Ну и вообще, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по поводу этого баса. Как вообще, может быть, вы имеете тоже безголовый бас. И напишите, пожалуйста, как вы меняете на нем струны. Не забывайте обязательно подписываться на этот канал, на группу ВК, Телеграм-канал. Все ссылочки будут в описании. Ставьте лайки. Всем пока.